Коммунальные службы готовы к работе в усиленном режиме. В наличии 3000 единиц техники. Водителей призывают не парковаться вдоль проезжей части, чтобы не мешать расчистке дорог. Выйти на борьбу со снежной стихией могут все желающие. Если дома нет ничего подходящего, инвентарем обеспечит ближайшая ЖЭУ. В стране продолжается вакцинация против гриппа. Заболеваемость ожидается в высших прошлогодней. По прогнозам, пик придется на январь-февраль. В группе риска дети, взрослые с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные и сами медики. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. В Беларуси сформированы стаб-фонды под полную потребность на межсезонный период. В хранилище заложены более 120 тысяч тонн плодовощной продукции. Картофель, морковь, капуста, свекла, яблоки и лук. Вкусные запасы уже начали использовать детские сады, комбинаты школьного питания и медучреждения. С 1 января в Беларуси увеличится минимальная зарплата. Ее размер зависит от уровня инфляции. В 2024 оплата труда вырастет на 72 рубля и достигнет 626. Меньше этой суммы организации и предприятия не вправе платить сотрудникам, исключение работа по договору подряда. По программе 3 плюс 3 нового механизма накопления пенсии заключено более 19,5 тысяч договоров. Особенность формирования будущих пособий с участием государства при содействии работодателя. Накопления могут быть от 1% до 10% от зарплаты сотрудника и равны, но не более трех от нанимателя.